Итак, самое доброе утро! Самое доброе утро! Он меня перекрикивает. Песня, конечно, опалденная. Я потом об этой конкретной песне сделала отдельное видео, потому что я эту песню... Я вчера ее так пела, и мне сами слова пришли. Ладно, это потом. Об этом потом. Итак, самое добрящее утро сегодня... А я забыла, как на сегодня. 12-е, 13-е. Не знаю. В общем, сегодня какой-то 12-е или 13-е июля. 2012-й год. Я никогда, да, не помню. Иногда помню, иногда не помню. Тут помню, тут не помню. Что ты делаешь, дядя? Или ты тут? Тихо, тихо! Итак, я хочу рассказать сейчас... Это... Это видео, наверное, я назову... Что-то типа, если муж загулял. Что-то в этом роде. Вот я вчера взяла в библиотеке Агату Кристи. Я не могла удержаться. Я взяла эту книгу и еще 4 книги. Я знаю, что зря, конечно, они никуда не денутся. Я такая запасливая. Я очень люблю запасаться. Хай будэ! Я просто потом могу... Эту прочитала, сдала, а те я могу продлевать. Ладно. Я вчера взяла эту Агату Кристи. И здесь первый... Первый рассказ... А-а-а! Эта книга как бы состоит из маленьких рассказов. Мужчина создал свою фирму и дал объявление в газету. Если вы несчастливы, позвоните мне. Вот это вот... Как Иркуль Пиаруни, есть отдельная серия. Вот примерно отдельная серия по этому имени. Называется... Вот этот рассказ называется вот так. Он называется The Case of the Middle Age Wife. Дело жены среднего возраста, можно так сказать. Я, как я уже говорила, я Агату Кристи выпила всю давно. И выпивала ее по несколько раз. Книги я не читаю, я их пью, я их просто выпиваю. Ладно, дело не в этом. Сейчас я расскажу. Кстати, рассказик маленький, коротенький, но такой классневый. Я расскажу, что после этого последовало. Итак. Дело происходит где-то в Лондоне. Не знаю где, но не важно. Происходит где-то далеко от нас. И происходит, ну, наверное, лет 80 назад. Может быть, 70, может быть, 60. Далеко, давно. Но не важно, опять же. Все это совершенно не важно. Итак. Миссис там такая. Это открывает газетку. У нее плохое настроение, потому что она застукала своего мужа. Который связался с секретаршей. И она такая сидит, не знает, что ей делать. Слезы роняет в чашку с кофе. Открывает газетку. И натыкается глазами на объявление вот этого вот. Как же вы? Ладно, забыла. Вы несчастны? Позвоните мне. Она набирает номер телефона и записывается к нему на прием. И вот она к нему приходит. Он ее встречает и говорит, в чем ваша проблема? Как вы меня нашли? Она говорит, я нашла вас по газете. А в чем проблема? Она говорит, он говорит, хотя можете не говорить, я вам сейчас сразу скажу. Говорит, у вас ваш муж загулял с секретаршей. Она говорит, да откуда вы знаете? Он говорит, ну, есть всего пять причин, которые делают человека несчастными. Ну, это любовь, деньги там, что-то, что-то, что-то еще. Неважно. Она говорит, и вы мне можете помочь? Он говорит, элементарно. Как два пальца. Об асфальт. Так, вот там стоит автобус. Ладно, я постою, я не тороплюсь. Теперь не стоит автобус и пускает людей. Он говорит, ну, прежде чем я начну вам помогать, вы должны мне заплатить 2000, там, вперед, и я начну работу. Она говорит, ой, это очень дорого. Он говорит, ну, у вас есть время подумать, вы, в принципе, можете подумать. Ой, вообще такая сказка. Это я просто, у меня такое настроение сегодня просто меня зашкаливает. Я потом расскажу, почему. Потому что я часть там, часть здесь и часть вот там. Я такая расстроилась. Ну, что мы так долго будем ехать? Ладно, я уже его отгоню. Итак, этот мужчина ей говорит. Плосит время подумать, и вы всегда можете вернуться. Она уходит, он закрывает за ней дверь и говорит своей секретарше. Она придет после четырех часов. То есть, насколько знаток человеческих душ, насколько он знает точно, что, когда, и почему, и вообще, и зачем. Ну, таки, она возвращается к нему. Ну, проезжай, проезжай. Просто я отвлеклась немножко, там мужчина такой делал, этот поворот. Она приходит к нему после четырех, приносит ему деньги и говорит, хорошо, я согласна. Что я должна для этого делать? Он говорит, вы все инструкции получите завтра по почте. Сейчас идите домой, расслабьтесь, ложитесь спать и постарайтесь выглядеть, ну, как бы, выспаться и выглядеть хорошо. Я уверена, что этот рассказ читали многие, но кто-то, может, подзабыл, кто-то что-то, а кто-то, может, и не читал. И вот с утра она просыпается, за чашечкой кофе, там проверяет почту и получает два письма. Одно письмо – это назначение к парикмахеру, а второе письмо – это назначение к дрессеру, ну, кто ее будет одевать. Она идет в парикмахерскую, парикмахер задает вопрос и говорит, а как давно вы не меняли свою прическу на киту? Вы, наверное, уже лет 20. Она говорит, ну, оно и видно. Ну, в общем, она ее там подчекрыжила, подчекрыжила, сделай современную стрижку там или какую-то, я не знаю, что. В общем, она из нее сделала девочку. Потом она также пошла в магазин, где там ее приодели более-менее по-модному, ее обули и всякое разное, сходила на массажи и к вечеру выглядела замечательно. Звонит ей этот мужчина, который на нее работает, и говорит, сегодня вечером я приглашаю вас в ресторан. И вот она приходит в ресторан, такая вся красивая, такая вся, он говорит, выглядите просто замечательно, она 20 лет моложе, чем были вчера. Но она же мне говорит, не могу понять, говорит, почему мой муж, почему он не стал изменять? Она говорит, я же была прекрасной женой все эти годы, я всегда старалась хорошо выглядеть, я всегда хорошо готовила, я всегда ждала его дома. Я все, ну, такие приедаются, девочки такие приедаются. Надо иногда бомбу подкладывать мужикам под задницу, чтобы им жизнь малиной не казалась, честно. Это так и от себя, между прочим. Ладно, рассказываю дальше. И вот они сидят в ресторане, он говорит, сейчас я хочу вас с кем познакомить. Этот молодой человек, он будет вас сопровождать везде, 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 в течение 10 дней, и вы посмотрите, как изменится ваша жизнь. Он говорит, кстати, вы танцуете? Она говорит, танцую, но я уже забыла, когда я танцевала. И вот заходит молодой человек, его зовут Клод. Да, его зовут Клод, точно. Она, когда его увидела, конечно, ошалела от такой красоты, потому что красота неземная. Он говорит, да, он действительно самый красивый, и красивее просто быть не может. Ну, в общем, вошел красивый, молодой, статный человек, немножко за 30 лет в возрасте, разодетый, раз весь... Ну, красивого мужчину писать не надо, все знают, что такое красивый мужчина. Не просто красивый, а привлекательный, развлекательный. Я вчера такого увидела. Я потом расскажу про него. Вообще супер. Иди, мой хороший. Иди, мой хороший. Иди, мой хороший. Иди, мой птичечка. Терненький мальчик. И он говорит, Клод будет сопровождать вас везде. Он вам покажет тот же Лондон, который наверняка многие места, в котором вы не знаете до сих пор. Хотя живете здесь и родились, может быть. Ну, что-то в этом роде. И вот в этот вечер они с этим Клодом идут в ресторан. Танцуют. Она впервые танцует. Она впервые там траля-ля. И он ей там говорит кучу всяких там... Рассказывает ей, как он родился, как он был бедный, какая мама его как не любила. Ну, это как любой женщине, любой нормальной женщине, что мы должны пожалеть, мы мамки. Я когда-то читала. Давно-давно-давно читала. То ли в огоньке, то ли в каком-то журнале читала. Мужчина рассказывал, который занимался, ну, как бы проституцией, что ли, вызовом на дом. Женщины ему звонили, вызывали его на дом. Он говорит, вы поверить не сможете, сколько женщин платили мне деньги только за то, чтобы покормить меня и выслушать мои истории. До постели даже не доходило. Ну, это так, между прочим. Это просто в тему. Потому что потом забуду. Ладно. Женщина, народ другой. Женщины, не мужчины. Женщинам не надо так прям, что прям хойка, только хойка. Может, там какие-то времена, да? Ну, не постоянно. Ладно. Это я опять отошла. Хорошо. Я вспоминаю вчерашнего этого. Дядьку, я это сижу, как дурочка, как смесь. Потому что это отдельное. Я потом расскажу отдельное. Это займет много времени. Вообще сказочный, конечно. Боже, какие тут сказочные люди. Как они общаются. Он начал рассказывать. Ладно, потом. Про него потом. Потому что это будет очень долго. Это вообще нечто. Это нечто невероятное. Приходит она домой после танца, после всего прочего. Молодая, красивая, тра-ля-ля, отдохнувшая. Вся такая заинтригованная этим молодым человеком. Крутится в голове там, как он длинненький, как он там тра-ля-ля и три рубля. Муж приходит чуть позднее. Ну, как бы никто ни на кого не обращает. А она даже, она даже. Она не устраивает ему сцену. Потому что обычно она ему устраивала сцены в это время. Вот сейчас она ему сцену не устраивает. Он такой немножко, да, ничего себе. Обошлось. Гроза прошла мимо. И на второй день, на третий день, на четвертый день она с этим парнем, с этим парнем, с этим парнем. Он за ней заезжает с утра, он ее куда-то там возит, они там на конячках катают. Ну, в общем, жизнь у нее стала совершенно другой. Она ходит по парикмахерским, опять же, она покупает какие-то вещи. Она такая вся, она стала вести жизнь такой, беспутной такой девчонки. А муж в это время со своей же секретаршей. Ничего не замечает. И вот наступает момент, она с этим молодым парнем, где-то там в баре в ресторане, вечером танцует. И вот она глазами встречает своего мужа, который танцует с секретаршей. И она, это ее прямые слова, она говорит, я смотрю на своего Джорджа. И мне его стало так жалко, как уныло он выглядит. Не толстый, но такой, опустившийся такой, с животиком. Лысый. Она говорит, боже, бедный Джордж, такой лысый, такой полный, такой. Бедный Джордж танцует так, как 20 лет назад танцевали. Эта бедная девочка положила ему голову на плечо. И понятно, что она с ним, понятно, что она с ним, как бы. И она на него смотрит с такой жалостью, потому что с ней рядом такой красавец, такой раскрасавец. Она сама уже вообще забыла, что она замужем, потому что она уже вся в этом. В танцах, в гулянках, в разговорах, в переживаниях, в чем-то еще, в чем-то еще. В общем, у нее вырабатывается чувство жалости к своему мужу. И она, он ее спрашивает, что тут ты делаешь? Она говорит, а что ты тут делаешь? Ну и, в общем, она приходит домой, возвращается вечером этим. Он уже дома сидит, я ее ждет. Он говорит, кто этот был молодой повеса? А она говорит, почему ты? Она говорит, это мой друг. Он говорит, почему ты меня не спрашиваешь, с кем был я? Она говорит, а меня это как-то не интересует. Тебе было хорошо, и ладно, я хочу, чтобы ты был счастлив. Он говорит, а истерики. Что она говорит, зачем истерики? Ради бога, ты живи своей жизнью, я буду жить своей жизнью. Тихо, тихо, тихо. Ну, в общем, на этом все заканчивается. Можно так сказать. Понятно, концовка понятна. Он смотрит на свою жену и понимает, что какой он дурак. Эта девушка побытаскивала с него кучу денег. Он ей купил какое-то там манто, пальто, что-то там еще. Он начинает понимать, что она его испортит. Ну, в общем, он возвращается к своей жене, любит свою жену, увидит, как она красивая, молодая, здоровая. Они начинают ходить по ресторанам танцевать, и все на этом заканчивается. А, ну ладно, это, а, нет, самое основное, Агата Кристи. Я же пропустила, что это была Агата Кристи. Еще кусочек. И когда муж ей говорит, когда они встретились в ресторане с мужем, муж ей говорит, а ты знаешь, что он джигала? Она говорит, не может быть. Он говорит, да-да, он джигала. Ну, она думает, раз так, я ему куплю подарок. Потому что, как бы, ей стало немножко неприятно, больно, конечно, потому что он ей там чуть ли в любви не признавался. И она покупает ему золотой портсигар и вызывает, зовет его к себе домой. Он приходит домой, она ему дарит портсигар. Он говорит, что это такое? Она, я хочу тебе сделать маленький подарок. И он выкинул этот портсигар и чуть ли не истерику ей устроил. За кого ты меня принимаешь? И там, ты дым-сюдым. И говорит, все, я просто, да, это моя работа такая, может быть, она грязная, может быть, там она не самая лучшая в мире работа, но это моя работа. Но я не до такой степени опустился, как ты там себе. Думай, что я там с женщинами сплю за деньги. И ты не такая, как все. Ты единственная. В общем, начал ей говорить, какая она необыкновенная, как он в нее влюбился. И всякое разное. И снимает с руки кольцо, и одевает ей на руку кольцо, говорит, это кольцо моей матери. И говорит, и в знак моей любви в этот день я буду публиковать в какой-то там газете, хронику, я буду публиковать тебе послание о том, что как сильно я тебя люблю, и что я помню до сих пор о тебе. Приходит он в свою контору, к работодателю, к мужчине, которого она наняла. И он у него спросил, ну что, как все прошло? Кольцо подарил, подарил. Что написал? Написал там что-то такое. Ну, и говорит секретарша. Секретарша говорит, не забудь, пожалуйста, каждый год в этот день отдавать маленькие объявления в кроникл о том, чтобы спубликовать, как он ее любит и как он ее до сих пор помнит. И такой садится за голову Брис Рита, говорит, все женщины одинаковые, им нужна только романтика. Им только нужна романтика, зависим на уши лапши, и они будут счастливы. Ну, собственно, все вон. В этом вот и вся, как бы, вся соль вот этого рассказа. Но рассказ потрясающий. Так что я хочу сказать. Я читала этот рассказ очень давно, и, наверное, не один раз, потому что я все, я все, я Агату Крисович перечитывала, перечитывала десятки раз. И вот, это был, по-моему, 80-й какой-то год, я уж не помню, 70-й какой-то, не помню. У нас на работе была Олечка, она была гораздо старше меня, такая, слегка была за 40, такая очень симпатичная женщина, такая беленькая, худенькая, такая вся, головой мигла, вот хорошенькая, симпатичная очень такая, такая нежная, такая. И муж у нее был старше на 15 лет, она тогда еще говорила, что, как бы, сложновато, такая, родная-то, возраст и всякое. И вдруг она приходит на работу, вся заплаканная, что такое, Олечка, в чем дело, мы всем коллективом к ней. Она говорит, девчонки, представляете, муж загулял. Я говорю, как он загулял, боже, а такой красавица, вообще никакой. Что мы сделали? Я побежала на рынок, купила розу, поставила, я говорю, Оля, будешь каждый вечер сейчас на мой приходить с розой. Просто, ничего не говоришь, просто приходишь, ставишь розу, он рано или поздно ее заметит. Сама себе покупай, сейчас я тебе купила, ты сама будешь идти с работы и обязательно покупай себе розу. И я говорю, давай попрошу своего отца, чтобы он тебе позвонил домой. А у меня отец, конечно, молодец, Царство ему Небесное. Он у меня, конечно, молодец, он у меня в эти интриги играть, конечно, любил бы и любил бы, но не приходилось, честно. И вот она говорит, хорошо, разработали план, мы все сидели, мой отец ей вечером звонит, и муж поднимает трубку. Муж говорит, добрый вечер. Фу, муж, мой отец говорит, добрый вечер. Ну, по телефону не видно, сколько человек у лет, голос приятный. Муж говорит, Ольга, добрый вечер. Он говорит, а можно Ольгу к телефону? Он говорит, а кто это? Мой отец говорит, ты у нас хороший знакомый. Ну и там что-то такое там. А, говорит, а вы кто? А он говорит, а я ее муж. Он говорит, да. А она мне не сказала, что она замужем. Ну и там туда-дым, сюда-дым и всякое разное. Все-таки муж Ольге телефон дал. Ну и мой отец стал ей там рассказывать там. Анекдоты. Оля, кстати, мой муж никогда, моего отца никогда позвонил, так и не видела. Он и стал там какие-то анекдоты рассказать. Ха-ха, е-е-е, она такая, стрекочет, ходит по дому с этой трубкой. Так что все нормально восстановилось, и розочки подействовали, и то, что отец звонил, и он начал нервничать муж, и всякое разное. Потом отец просто звонил, и просто звонил, как бы, или я сама звонила, просто трубку бросала, без разговоров. Ну, это хорошо подействовало. Так что, девчонки, у кого там проблемы какие-то с мужьями, в принципе, это очень хорошо работает. Это не потому, что я сказала, это потому, что оно об этом писано-переписано, и действительно, есть только пять причин, которые делают людей несчастными. Я сейчас их перечислять не буду. Все, я пошла пить кофе, всех любить, целую. Субер, 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 субер.